Самые яркие достижения Хабаровского края, а также планы развития региона и его столицы, представленные на международной выставке в форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. Презентацию для гостей провел губернатор Михаил Дегтярев. Репортаж Ульяна Крамаренко. Привет, Россия! Это так звучит лучший в мире истребитель пятого поколения. Кто знает, где его собирают? О достижениях Хабаровского края на выставке «Россия» и ее гостям рассказал губернатор Михаил Дегтярев. В числе перспективных проектов он назвал строительство БАМа и Тихоокеанской железной дороги. И особо отметил развитие авиастроительной отрасли в Комсомольске-на-Амуре, где выпускают самолеты. А собирают их на заводе, который носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Его внук сегодня Юрий Кондратчик среди нас, Юрий Станин. А знаете, чем он руководит? Правильно, Хабаровским аэропортом. Среди гостей выставки много студентов. Тех, кто живет в Хабаровском крае и тех, кто уехал учиться в Москву. Губернатор позвал всех работать в регионе. Места рабочих у нас полно. Они высокооплачиваемые. И ждут наших ребят. Должна быть среда. Мы разработали по поручению президента мастер-планы. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Два крупнейших нашего города. Михаил Дегтярев отметил, что мастер-планы были созданы на основе идей и предложений жителей. В Хабаровске, кроме самой протяженной речной набережной в России, построят новое здание Дальневосточного художественного музея и студенческий кампус. В Комсомольске-на-Амуре набережную достроят. Там появится досуговый центр и парк экстремальных видов спорта. К 2030 году на Хабаровский мастер-план потратят 850 миллиардов рублей. Большинство средств частные. Не надо пугаться. А то там некоторые журналисты начали думать, где мы возьмем столько бюджетных средств. Нет. Это посчитаны все деньги и частных инвесторов, и концессионные соглашения. Наши банкиры будут участвовать. И государственные прямые инвестиции. Также губернатор пригласил посетить музыкальные фестивали Хабаровского края, которые уже стали его визитной карточкой. Это фестиваль военных оркестров «Амурские волны» и «Рок над Амуром». Кроме того, туристов ждут на новом горнолыжном комплексе «Хихцир», который вскоре заработает в пригороде Хабаровска. Ульяна Крамаренко, Телеканал «Губерния».